Сегодня мы находимся в компании «Анхел». Это такой новый, современного типа бизнес-акселератор. Мы не читаем лекции. Практика, нацеленная на то, чтобы в конце были деньги. На американский фонд наслаждаться минуты 3 миллиона долларов. У меня не было собственных денег, чтобы рассчитаться за кофе, когда все покинули переговоры. Завод мы построили год назад. Сейчас у него работает 20 человек. В две смены. Мы придумали такой проект, такой планшет, который стоит в каждом номере. Конфетки, сервис, который захотят. Вообще, венчурные инвестиции в России – это миф. Российский венчурный бизнес так устроен, что идею продать очень тяжело. Матрии сказали, что слишком много рисков, проект не полетит. Мы такие, ну окей, не полетит, значит мы сами полетим. На самом деле мы не просто акселератор. И будет что-то происходить. Короче, мне нужно 5 миллионов рублей. Добро пожаловать на передачу «Ледел», с вами Илья Кусакин. Мы сегодня займемся чем-то, что влияет на развитие бизнеса, но что мы ни разу не рассматривали с момента, как мы начали снимать наши передачи. Вообще, это тема инвестиций и тема быстрого развития. Как быстро взлететь с бизнесом, если есть крутая бизнес-идея. И здесь есть разные ракурсы. Большое количество предпринимателей и бизнесменов, тех людей, которые работают в определенных компаниях и приходят к конкретным бизнес-идеям, развивают свой бизнес годами. 10-15 лет тратят развитие бизнес-проекта, который можно было бы, в принципе, развить за 2-3 года, если рисковать. Потому что бизнес — это очень часто эффективность, помноженная на риск. Если говорить про альтернативные методы, которые увеличивают скорость, то это либо найти партнеров-инвесторов, либо взять кредит в банке, тогда нужно видеть то, что эти деньги обернутся, либо же это может быть привлечение инвестиций, работа с венчурными фондами и презентация своего стартапа на каких-то разных площадках, которые занимаются сведением с инвесторами. Сегодня мы находимся в компании Анхил. Это такой новый современного типа бизнес-акселератор, функция которого заключается в том, чтобы помочь стартапам упаковаться, свести их с сильными инвесторами, дополнить все это сильными проектами и экспертами, которые позволяют соединить инвесторов и самые сильные стартапы, наиболее эффективные, в которых есть смысл вкладывать деньги. Ну и рассмотрим вообще, как работают венчурные инвестиции в России, какие виды существуют, какие люди становятся инвесторами и какие люди становятся стартаперами, в которых по итогу верят, вкладываются и которые по итогу взлетают. И сейчас мы находимся в офисе акселератора, который называется Анхил. Добрый день, Артем. Да, приветствую, Илья. Ну, на самом деле, все началось в 2014 году, когда мы с командой партнеров начали заниматься консалтингом в области привлечения грантов и поддержки для научных проектов. В 2014-2015 год мы привлекали инвестиции для науки, для начинающих предпринимателей, для тех, кто уже взаимодействует с рынком, для тех, у кого есть уже выручка. И мы увидели, что недостаточная поддержка инвестиционная от государства. Мы понимаем, что российский рынок недооценен. Российский рынок инновационных проектов, стартапов, несмотря на то, что мы второе место в мире занимаем по количеству талантов на душу населения. Мы начали анализировать рынок, увидели, что в Америке активных бизнес-ангелов, так называют инвесторов ранних стадий, 60 тысяч человек. То есть 60 тысяч человек так или иначе инвестируют в начальной стадии в проект. В России их официально 3 тысячи, есть какие-то базы данных, есть сообщества бизнес-ангелов, но активных всего лишь 300. Представьте себе, какая разница и какая пропасть между американским рынком стартапов и инвестицией в эти стартапы, и российским. После того, как мы проанализировали рынок, я решил обучиться. Единственное место, где обучают школы инвестиций, есть при президенте фонд, фонд развития интернет-инициатив. Там есть школа инвестиций, там обучают бизнес-ангеловинству. Как вкладывать, как на ранних стадиях проекты, как отбирать проекты, какие есть риски, как себя защитить, свои инвестиции. На этом обучении я увидел, что вместе со мной пришло 60 человек. Я, с одной стороны, вижу живой интерес рынка, с другой стороны, я не понимаю, почему же у нас ничего не происходит. У нас появилась идея сдвинуть этот пласт. Я решил в начале 2016 года попробовать самостоятельно это сделать. Естественно, не смог. У меня закончились ресурсы уже через несколько месяцев, потому что это инфраструктурный сдвиг, а он требует большого количества ресурсов. И, насколько я знаю, то, что ваша компания больше гораздо, она связана с IT-стартапами, она связана с больше технологическими какими-то компаниями, системами «Умный город», «Умный дом», ну, то есть разные, ну, видеонаблюдения. То есть это все больше смарт-бизнес, который не привязан к материи, а привязан больше к интеллектуальным технологиям и больше к правообладанию, к патентам, то есть, ну, вот все, что с этим связано. Можешь тогда объяснить, пожалуйста, то есть чем вот… Что такого уникального вы придумали, что вы решили пойти в эту сферу, в которой, казалось бы, голубой океан? На самом деле то, что ты называешь «бизнес-англес», ну, и правильно заметил, это смарт-мани, когда помогаются не только инвестициями на ранней стадии, но и компетенциями. Возвращаясь к вопросу, чем уникальны, на самом деле мы не просто акселераторы, мы платформа, которая анализирует зоны роста рынка. Например, мы проанализировали, что в ближайшие пять лет в рынке интернет-вещей пройдут изменения на 2,8 триллиона рублей. Мы понимаем, что это область роста. В эту область роста придут инвесторы, в эту область роста придут технологические предприниматели, в эту область роста будут инвестировать корпорации. И будет что-то происходить. Мы это что-то упорядочиваем и даем возможность на ранних стадиях привлекать инвестиции, либо размещать инвестиции для инвесторов относительно безопасно. К тебе, кстати, приходили кто-то с деньгами? Приходит. Приходит. Каждые 2-3 дня приходит. С чем приходит? Вот он что рассказывает, что показывает? Вот буквально позавчера получил. У меня супер уникальные технологии обучения детей. Послушай, это вот такое… Вот так вот. Перебирает, перебирает. Что-то говорит, короче, мне нужно 5 миллионов рублей. Я их верну через полгода и готов тебе дать скидку в обмен на это. И почему ты не дал? Потому что у меня свои пять проектов. Зачем мне вкладывать в чьи-то чужие? Это раз. Второе. Почему ты не поверил, что этой технологии правда через полгода завоюет часть рынка, рынок детского обучения, который бурно развивается, будет частично принадлежать тебе как инвестору? Почему ты в это не поверил? Потому что не видно, как его финансовая модель умножит эти деньги в сто раз, например. Мы называем это верификацией. Когда эксперт с рынка проверяет идею, прежде чем она придет к инвестору, на ее возможность быть реализованной. Он верифицирует, например, код. Проверяет его, будет ли работать этот код. Верифицирует бизнес-модель, ценностные предложения, аудиторию, с которой он будет работать. И в этом наше основное отличие, что мы идеи сначала верифицируем, только потом допускаем к экспертам. Причем не мы как акселератор, как, возможно, заинтересованное лицо в получении или в выдаче этих инвестиций, а мы как экспертное сообщество. Ну а вот какие стадии там существуют вообще в выходе от идеи до выхода на уже раунд типа миллион долларов? Ну давайте так. Миллион долларов – это стадия СИД. По сути, для того, чтобы быть допущенным к этому миллиону долларов, нужно верифицировать свой прототип. Сначала рождается идея, потом эта идея должна быть перенесена в прототип. Если это софт, то должен быть написан код, и код отправлен на проверку к экспертам. Если это какая-то железка, то хотя бы 3D-модель с описанием того, как она будет работать. Есть некоторые этапы. Есть стадия Пресид, когда задача создать прототип. Есть стадия раннего СИДа, среднего СИДа или позднего СИДа, когда уже доступны сначала 20 миллионов рублей, потом 40 миллионов рублей, потом 60 или 100 миллионов рублей. И каждую стадию нужно соответствовать. В этом году мы акселерируем самую раннюю стадию – стадию Пресид, когда идея превращается в прототип, прототип верифицируется у эксперта, и потом допускается этой команде к инвесторам. А сейчас мы общаемся с партнером проекта «Антхилл» с Ренатом Гафаровым. Он является человеком, который профессионально банкротит компанию. Вот уже 15 лет он набрал огромный опыт в том, чтобы завершать работу, в том числе стартапов. Хочется спросить у вас такой вопрос. Почему решили стартануть этот проект «Антхилл» и в чем его уникальность, помимо упаковки и всего, что связано с венчурными инвестициями? 15 лет мы наблюдали за тем, почему в России закрываются бизнесы. Мы их и закрывали, эти компании. Мы видели разные бизнесы, от автосалонов до нефтеперерабатывающих каких-то мини-заводов. Теперь мы создали «Антхилл», чтобы помочь молодым командам, стартапам, вырваться на уровень малого и среднего бизнеса, используя тот опыт, который мы накопили в банкротстве, применить его именно для развития технологий, для инноваций. В чем уникальность для инвесторов и каким образом вы можете помочь инвесторам научиться разбираться в том, какой бизнес выбрать для инвестиций? Основной, мне кажется, с нашей стороны задел – это возможность для инвестора верифицировать проект, верифицировать стартап, его идею. В чем именно? Проверить, насколько идея работоспособная – это первое, и второе, насколько сама технология уникальна. Ренат, а как будет работать «Антхилл»? В какой форме это будет представлено для клиентов и вообще для кого это? Это будет цифровая платформа, которая будет объединять четыре роли. Это будут инвесторы, это будут стартапы, это будут эксперты в той или иной технологической области, и это будут проджект-менеджеры, продюсеры, которые помогают стартапам расти. «Антхилл» будет развиваться не только как акселератор, но и как платформа «Антхилл Коннект». Здесь будет сосредоточена своего рода база знаний, навыков и инструментов, необходимых стартапу для успешного развития. Правильно я понимаю, что эксперты могут влиять на решения инвесторов в отношении принятия решения, чтобы инвестировать в какой-то проект. Это абсолютно правильная мысль. Эксперты – это те верификаторы, которые говорят инвестору, да, это история настоящая, здесь никакого нет маркетинга и продакшена, здесь люди что-то сделали, что может быть масштабируемое, оно может примерно стать полезным для общества, может принести определенную выгоду, принести доход. Мы продолжаем изучать тему инвестиций, и я продолжаю доставать практиков и экспертов из этой сферы. Сейчас я договорился, чтобы можно было пообщаться с Рубеном Бухчаном. Он является одним из руководителей в лаборатории, которая специализируется на снайперстве в виде венчурных инвестиций и подбирает проекты, выбирая из тысяч те проекты, которые лучше всего подходят и которые с большим потенциалом имеют будущее. Рубен, здравствуйте. Хотел несколько вопросов так задать. Чем вы занимаетесь, так чтобы мы поняли лучше? У нас инвестиционная компания, которая подбирает проекты в области цифровой экономики. Занимаемся мы уже более шести лет этой темой. Инвестируем адресно в проекты, у которых есть потенциал, в новой парадигме развития, связанную с преобразующими инвестициями, с соинвестированием, либо с финтехом уже в новой формации с учетом децентрализованных платформ. Вы даете что-то вот этим людям, чтобы их конверсия в инвестициях была совершенно на другом уровне? Первое. Чтобы индивидуальный человек мог стать инвестором, для него есть возможность только на ранних стадиях инвестиционных проектов реализовать свои желания, потребности и при этом получить выгоду. На предпосевной стадии, там, где самая высокая неопределенность и риски, есть очень значительная роль у индивидуальных инвесторов, которые обладают экспертизой в той области, в которой представлен стартап. И здесь есть возможность, действительно, понимая предмет самого стартапа, сформировать для себя портфель инвестиций. Причем он должен быть не менее 10 проектов. Индивидуальный инвестор может себя реализовать успешно именно в тех проектах, у которых у него есть базовое представление и экспертиза о самом предмете. Плюс небольшие инвестиции позволяют ему с небольшими деньгами набрать портфель для успешных инвестиций. Если в Пресид инвестировать где-то по 500 тысяч за 10% от стартапа, тысяча рублей, то, в принципе, за 5 миллионов рублей можно, ну, с 5 миллионов рублей можно начинать бизнес-ангелом становиться. Получается, Рубен, что вам, с одной стороны, уже полностью готовый бизнес, не слишком интересен, потому что там уже все построено. Там масштабирования нету. Масштабирования часто нету. И оно должно быть заложено гораздо фундаментальнее, гораздо на более ранних стадиях развития. Понимаю. Можете рассказать, а кому тогда интересны вот те стадии, которые вам не интересны? Поясню. Вот, может быть, нам даже идея интересна. Но мы заплатим акселератору, чтобы он провел Пресид, да, то есть, чтобы он для нас подготовил его до стадии Сид, когда начнутся основные инвестиции в МВП и в рынок, да, то есть, чтобы мы его уже взяли. Чтобы он струк... Потому что наши издержки, ну, у нас это будет дороже нам это делать, чем акселератору, то есть, к себе затаскивать. То есть, издержки наших специалистов по кругу, которые мы потратим на общение с этим проектом, будут выше, чем мы заплатим акселератору, например, Анхелу, да, который для нас структурирует этот проект. И даже если он нам не подойдет, нам проще зафиксировать эти, там, 500 тысяч рублей, да, то есть, и забыть про них, чем вот самим потом входить в эти отношения, выходить из этих отношений. Это геморройно. Плюс, если совсем ранняя идея, то мы готовы с ними работать на уровне хакатонов, да, то есть, если люди что-то формулируют, говорят, то есть, это совсем ранняя стадия, где, безусловно, тоже нам интересно определенные темы прорабатывать и искать интересные замыслы. То есть, а потом дальше уже по цепочке с ними работать. Удачи вам в вашем деле, успехов. Спасибо. Вам спасибо. Чем отличается акселератор, который вы с братвой задумали и который вы реализовываете? Чем он отличается от всего остального? Во-первых, доступностью. Для тех команд, у кого нет возможности пройти у нас акселерацию, мы даем возможность получить деньги от бизнес-ангела и, по сути, за счет этих первых инвестиций пройти акселерацию. Сделать так, чтобы их компания во время акселерации выросла в 10 раз в капитализации. Второе. Мы не читаем лекции. Это только практика. Практика, нацеленная на то, чтобы в конце были деньги. А, соответственно, и бизнес. Третье. На выходе мы даем реальных инвесторов. Мы сами, как группа компаний, инвестируем в некоторые интересные проекты. Четвертое. Мы собрали лучших экспертов с рынка и очень гордимся этим. Вот поясните, пожалуйста, а что такое эксперты? Ну, в нашем понимании, это профессионал из какой-то конкретной ниши, который может верифицировать идею проекта. Я понял по поводу экспертов. Можешь объяснить, что это значит, как вы к этому пришли и в чем уникальность этого? Весной 2018 года мы провели акселерационную программу для тех команд, которые планируют делать с ICO. Пятидневный интенсив, тереакселерацию провели. Получили данные, что через месяц после акселерации команды собрали около миллиона долларов. Это не такие большие деньги на фоне ICO, но для каких это команд это были первые инвестиции, которые они получили благодаря нам? Одно мы не учли. Мы их учили презентовать свои проекты, презентовать классную упаковку, презентовать свою суперкрутую команду. Но мы не проверили технологическое состояние их проектов. Мы не проверили их код, мы не верифицировали эти данные. И многие из инвесторов, которые к нам пришли инвестировать в эти команды, нам задали вопрос. Ребят, а можно ли инвестировать? Мы, понимая, что моральная ответственность за этих выпускников лежит на нас, проверили у некоторых команд код. Кода не было. Мы сделали большой вывод, что некачественная упаковка, некачественная команда, неценностные предложения не повлияют на результат этого проекта. Потому что продукта нет. Нет даже прототипа. Нет кода, который стоит проверить. Каким-то чудесным образом сумел поймать, так сказать, еще одного человека, который является экспертом в этой области. Это Устам Давлетбаев. И хочется чуть больше расспросить, несколько вопросов задать. Спасибо, что согласились. Но самое главное, вот вопрос к вам. Вообще, венчурные инвестиции в России это миф или это реальность? И сегодня они есть. И есть какой-то способ вообще для стартапа получить определенную акселерацию? По моему мнению, конечно, за последнее время, венчурные инвестиции превратились в несколько такой забюрокраченный процесс. Конечно, маловато в нашей стране так называемых пассивных инвестиций. И это, наверное, накладывает сегодня на стартапы такое обязательство, как более тщательная подготовка. Поэтому, мне кажется, параллельно вот с этим ростом требований к стартапам должна расти, наверное, отрасль профессионалов, которые готовят стартапы к венчурным инвестициям. IT-стартапы очень популярны тем, что у них более высокий мультипликатор. И, как итог, они часто гораздо более интересны для инвестирования. Скажите, пожалуйста, кому все-таки нужно выходить на ICO, а кому нужно искать венчурные инвестиции и больше идти этим путем? Ну, если вот очень прям кратко говорить, есть такое западное слово называется interest. У нас звучит как интерес, но значение несколько другое. Вот западный interest, а все проекты, которые идут, это прямой путь почти в венчурные инвестирования. Там, где есть интерес, считаемый и доказуемый. Когда вы можете подвергнуть инвестиционному анализу проект и предположить, посчитать, а какой именно этот интерес возникнет в результате реализации этого проекта. В ICO идут проекты в основном инфраструктурного характера или с отсутствием вот очевидным подсчет этого интереса. Как правило, в ICO проходят проекты, внутри которых лежит безумная идея изменения всего мира. Если есть такая идея изменения мира, социально-экономических отношений в мире, то это ICO. Если есть interest, бизнес, то это венчурные инвестирования. Вам остается только понять, где ваш проект. Если у вас его еще нету, то мыслить с тем, что вы хотите делать, какую модель и, соответственно, находить единомышленников, находить тех, кто уже прошел этот путь. Рустам, вам спасибо большое. Почему в России венчурные инвестиции не развиты, во-первых? На ранней стадии это связано с тем, что идеи, мало какая команда верифицирует свои идеи. Например, у меня есть проект, направленный на финансовые технологии. Как мне простому стартапу прийти, например, в Сбербанк или в Альфа-банк или в какой-то другой банк или на биржу и попросить верифицировать мою идею, которая направлена на финансовые технологии. У начинающего предпринимателя нет доступа к этим знакомствам. Мы же даем возможность получить доступ, верифицировать свою идею и тем самым обезопасить инвестора от фантазий. Их еще называют инвестиционными галлюцинациями. Иногда они возникают у проектов, что очень часто бывает. Иногда этими галлюцинациями начинает болеть и инвестор, когда он в них верит. Наша же задача помочь проекту получить текущую реальность, избавиться от галлюцинации и инвестору не вкладывать эмоционально. Мы рассказываем и инвестору, как правильно и на какой стадии отобрать проект. Скажи, каким образом можно попасть на акселератор и самое главное, то есть, что делать, если денег нету на то, чтобы инвестировать, а идея есть крутая. Как можно к вам попасть вообще? Думаю, что не стоит сразу идти на акселерационную программу. Есть смысл прийти на интенсив. Мы сначала знакомимся с командами на наших интенсивах, которые пройдут в Москве и в Казани. После прохождения интенсивной программы команда и сама понимает, нужны ли ей венчурные инвестиции, может ли она презентовать свой проект, масштабируемая ли у нее бизнес-модель, может ли команда в текущем состоянии сформулировать ценностное предложение. В конце концов, после интенсивных программ у нас есть доступ к бизнес-ангелам для тех команд, которые пройдут верификацию. И, конечно, уже на этом этапе можно получить, привлечь свои первые деньги. Мы переместились, у нас здесь Трантин Антон, он является серийным стартапером, как он себя называет. Уже третий проект, который называется Йорса, он развивает, это проект, который работал и продолжает работать с инвестициями. Это проект, который проходит стадию СИДа, и на сегодняшний день офис работает и в Москве, и в Эстонии. 15 сотрудников, порядка 6 миллионов долларов, выручка за прошлый год. И Антон стремительно набирает обороты. Хочется спросить несколько вопросов, Антон. Каким образом ты вообще поднял проект Йорса? Как в этом поучаствовала акселерация, которую ты проходил? Что она дала и как она себя окупила? Хороший вопрос на самом деле. Мы два года бежали, мы не попали во фри, то есть мы пришли на самой ранней стадии, когда была идея, пришли во фри, нам во фри сказали, не, ребят, слишком много рисков, проект не полетит. Мы такие, ну окей, не полетит, значит мы сами полетим. По нашей воронке в итоге оказались два акселератора, куда мы прошли. Это Нью-Йоркский акселератор Starter Capital с российскими корнями, который давал в общем-то человек 130 тысяч долларов за 7% компании, то есть грубо говоря они тебя на входе оценивают в 2 миллиона долларов твой проект. И второй акселератор это стартап-буткэмп римский, как раз всех направления наши, дошли до финала, но не поехали уже непосредственно в сам Рим, когда необходимо было принимать решение в течение двух дней ехать или не ехать. Почему мы не поехали в Америку? Потому что мы все-таки посчитали немножко неадекватность соотношения цены акселерационной программы к живым деньгам, которые получает проект. То есть, чтобы вы понимали, например, 130 тысяч долларов за 7%, они включают, делятся следующим образом. Это 20 тысяч долларов, которые тебе дают кэшем в компании и 110 тысяч долларов это стоимость акселерационной программы. Что такое 20 тысяч долларов для Нью-Йорка на 3 месяца? Ну, в принципе, это хватит, наверное, двум основателям, дай бог, пожить, поесть. Но тем самым они, тем не менее, раздувают твою капитализацию таким подходом. Это нормальный венчурный прием, так он работает. Спустя время, так скажем, мы поняли, что мы бежим очень медленно. Медленно значит, что мы не растем. Раз, и о нас никто не знает. Именно тогда первый раз мы задумались о более серьезной акселерационной программе и, как ни странно, мы сразу же пошли если все акселерироваться, то в топ-1 Y-Combinator. Это топ-1 акселераторов в мире сегодня, в калифорнийский. Мы достаточно неплохо на самом деле прошли. Мы прошли первую стадию отбора, попали в топ-10% их pipeline акселераторов, проектов, которые туда попадали. Но, к сожалению, мы не попали в саму Калифорнию в офлайн финальное мероприятие. Но нас абсолютно легко был первый набор. Она проходила, так скажем, у нее было три ключевых модуля, три ключевых секции. Это ежедневные, еженедельные, точнее, домашки, групповые занятия с ментором в онлайне, индивидуальные занятия с ментором, опять же, в онлайне и офлайн-лекции, которые проходили в Стэнфорде и практически там с небольшим лагом выкладывались на YouTube-канале. Достаточно интересный опыт. Почему? Потому что а, нам привили такую культуру, как ведение метрик в проекте, чего у нас до этого реально не было. Вторая история очень классная, это нетворкинг, потому что две с половиной тысячи стартаперов со всего мира, из Африки, из Австралии, из Индии, из Америки, да, там, из Мексики собрались вместе и, так скажем, имеют возможность друг с другом общаться. Это тоже очень круто, когда ты с единомышленниками находишься в какой-то общей системе, общей среде. Третья история это менторская поддержка, потому что на очень многие вопросы нужно понимать, что мы не уникальны. Кто-то за нас уже проходил этот путь, люди как бы знают, как это делать, поэтому такая вот как бы на выходе была третья история про менторскую поддержку. Нужно понимать, что там даже у самых лучших спортсменов у них должен быть тренер. Это то, что дает акселерационная программа. Она дает тебе тренера, который тебя пинает, который тебе говорит вставай, который тебе говорит отжимайся, когда ты уже не можешь отжиматься. Скажи, ты получил что-то конкретное от акселератора? Деньги вложены, окупились? Конечно. Я считаю, что да. Попадая в любой акселератор, ты перенимаешь уже готовую методологию, ты перенимаешь готовый опыт, поддержку и менторство тех людей, которые в этом являются профессионалами. Да, как бы девиз любого акселератора, я считаю, правильный, да, это grow fast or die fast. Ты за три месяца акселерации должен понять, как бы, это мертвая лошадь и с нее надо слезать или это как бы реальный масштабируемый проект, который может там стать хорошим бизнесом, да, и сделать себя финансово независимым. Буквально до этого нам как раз рассказывала Рустам, то, что ну типа для ICO подход это как бы жизненный проект, ну то есть бизнес какой-то изменить мир там, да, а есть бизнес, который вот, ну... Ну я ко всем бизнесам отношусь, если я в него вхожу, я хочу знать, где из него буду выходить, потому что я не хочу делать проект жизни. Я хочу лучше делать много бизнесов и выходить из них. Я всегда должен понять, где я продам этот бизнес и за сколько я его продам. Ну то есть, если я понимаю, что через три года я продам бизнес за 10 миллионов рублей, точнее, не знаю, я продам за 100 миллионов рублей, но у меня там в нем будет 10 процентов, 10 миллионов рублей, ну, наверное, три года мне неинтересно в этом проекте тратить. Вот если я понимаю, что это 10 миллионов долларов, окей, наверное, уже будет интересно. То есть, это всегда точка выхода. Любой бизнес это продажа его. Уверен, что это не твой единственный проект, что будут еще. Удачи в бизнесе, спасибо за хорошие идеи и советы. Да, спасибо. Вам успехов. Спасибо большое. Сейчас выпала возможность пообщаться и познакомиться с основателями компанией Технократия. Сейчас мы узнаем более детально, кто они такие, что они делают. Это Артур Баширов и Булат Ганиль. Очень приятно, ребята. У вас определенная стадия стартапа на сегодняшний день. Вы делали до этого разные платформы, у вас набрался хороший опыт. Можете рассказать про ваш бэкграунд вообще к моменту основания Технократии как стартапа нового своего. Какой опыт суммарно вы накопили вообще? Какие проекты делали в каких сферах? Да, я начну, что у меня и у Артура были собственные бизнесы в сфере IT. Я фокусировался тогда на VR, AR-разработках. Там у Артура был больше веб. То есть мы сразу поняли, что мы будем строить компанию, которая будет набираться экспертизы в области разработки технологических продуктов. Это будет наш консалтинговый, аутсорсинговый бизнес. Это будет фонд, где мы хотим поддерживать проекты, которые там попадают в канву наши технократические идеи, да, и развивать собственные там R&D, какое-то железное направление, какие-то собственные продукты. То есть сейчас, собственно, мы к этому идем. Какой продукт у вас сейчас в технократии основной? Над чем вы трудитесь именно сейчас? Какой проект поднимаете, запускаете? Наш основной продукт на данный момент в самой зрелой стадии это проект МАИНИ. Как-то мы ездили открывать офис в Соединенных Штатах в городе Сан-Диего. У нас там есть офис. И познакомились там с нашим будущим партнером Дмитрием Пашковым. Этот человек на тот момент уже развивал один из похожих проектов. Это некие интерактивные столы-ресторанные, где можно было прямо заказывать. Там поболтав, обсудив, мы, в общем, вместе дородили эту идею до проекта МАИНИ. Фактически, мы вскрыли такой запрос от рынка, что в отельном сегменте есть много достаточно проблем, что он недозарабатывает. Фактически, мы всем много путешествуем, поэтому стали солидарны, что есть определенный кейс, который позволил бы отелям зарабатывать намного больше. Мы придумали такой проект, такой планшет, который стоит в каждом номере. Он на ресепшене уже узнает, на каком языке ты говоришь, он тебя встречает на своем родном языке, и он позволяет тебе пару кликов в буквально формате покупать все услуги отеля. Это еда, там, стирка. Если у отеля нет собственного ресторана, он может договориться с, допустим, с пиццерией за углом и доставлять пиццу по модели, там, ревенюшеринг, фактически, где все зарабатывают. Каршеринг, такси, ну, то есть все внешние услуги, которые можно сказать. Фактически, да, отели каждый день через себя пропускают трафик людей, которые готовы тратить. Мы сделали такой планшет, правда, мы впоследствии решили от него отказаться, потому что ряд переговоров с инвесторами нас убедил, что, собственно, железка, это, во-первых, достаточно рискованно, во-вторых, как бы проще делать мобильное приложение там под Android, чтобы любой, там, владелец Android-планшета, который сдает, не знаю, не только свою гостиницу, а, там, пусть ему сдает свою, там, несколько квартир, свою квартиру через Airbnb или VRBO, он мог просто поставить этот планшет, заплатить нам по SaaS-модели, фактически, там, использовать наш софт на любом планшете, не только на нашем. У нас есть идея превратить наши планшеты фактически в такой хаб для IOT-окружения. То есть у нас уже сейчас мы вскрыли несколько таких вещей, что, допустим, нужны датчики шума, то есть разбилось стекло, еще что-то, где-то что-то сломалось, датчики дыма, что, допустим, кто-то курит в номере, а кури запрещено. Для тех, кто сдает... Мы, кстати, важный такой реверанс сделаю, то, что мы перефокусировались фактически. Сейчас наш основной фокус это те, кто сдают свои квартиры через Airbnb и VRBO. То есть именно этот сегмент, он намного более динамично растет, чем отельный сегмент, и мы вскрыли, что именно в нем не хватает каких-то продуктов, которые бы решало огромное количество их болей. Начиная от банального замка, открывания-закрывания, до датчиков дыма, датчиков шума и прочее, если мы это все положим в Майине и сделаем удобный доступ через управление, то это фактически будет конфетка, сервис, который захотят все, кто как-то дополнительно зарабатывает при помощи своей недвижимости. Что вам нужно, чтобы этот проект взлетел в 100 раз быстрее, чем если вы будете финансировать его сами? Ну, пока мы говорим об инвестициях в объеме 1 миллион долларов, но эта оценка пока она базируется на том, что один американский фонд наслаждается минус 4 миллиона долларов, и так как мы хотим продать четверть компании, ну, это 1 миллион долларов, соответственно. Какого-то окончательного расчета мы не делали, так как мы сегодня проверяем как раз-таки гипотезу, мы собираем статистику уже с установленных устройств и понимаем, куда двигаться. На этом этапе вы инвестируете больше в маркетинг или в программирование, ну, то есть, вот во что? Каждый же бизнесмен может задуматься, во что бы он ввел деньги, чтобы он их получил, на что бы вы их потратили? Пока чисто ориентировочно, вот, примерно по той модели, которую писал Блат, то есть, это примерно 20-30% на все-таки доработку и поддержание сегодняшнего софта, потому что, в принципе, он готов, необходимо просто дорабатывать, исходя из той собранной статистик, которую мы собираем. Остальные же 78% мы хотели бы направить на маркетинг и на продажи, потому что продукт готов, его просто нужно внедрять. Как в нашей стране вообще, в принципе, найти инвестора? Как вообще это сделать? То есть, как вы это делаете сейчас? Потому что, ну, то есть, вы вот сейчас с этим живете, что вам это нужно. Я считаю, что в России такая ситуация, что денег на присиды больше нет, в мое видение. До сих пор до хрена денег. Много у кого, в основном, деньги аккумулируют те компании, которые понимают, что нужно диверсифицировать, там, рынки, бизнесы, новые сервисы, это операторы, это банки, это нефтянка, это всякие такие корпорации типа Росатома, там, Росатома, прекрасная корпорация в плане, там, трансформации, кстати. Есть очень большие деньги у этих ребят, но они научились не инвестировать их, не выбрасывать их на ветер. То есть, если у тебя хороший продукт, проработанный технически, проработанный, там, с бизнес-планом, приходишь, получаешь деньги. Спасибо, что поделились. Будем вас искать, ловить на разных конференциях, на акселераторах, что вы там и учитесь, и экспертами выступаете. Пускай ваши модели реализуются и найдется такой бизнес-ангел, который конкретно станет вашим ангелом на долгие годы. Спасибо большое. Спасибо за диалог. Спасибо. Спасибо. У нас на интервью Сергей, генеральный директор завода Теклер. Мы сейчас более подробно узнаем, как строился завод, как вообще происходил рост компании. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, в чем специализация вашего завода, то есть в чем заключается его ценный конечный продукт, который вы производите? Какие услуги мы оказываем? Мы оказываем услуги на эти микробные обработки растительного и животного сырья. Это фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, мясо, рыба, специи, пряности, чай, какао. Для чего это делается? Чтобы убить насекомых, чтобы не развивалась плесень, не развивались дрожжи, чтобы обеспечить микробиологическую безопасность, побороть кишечные инфекции, такие как сальмонелла, листерия, которые часто есть в мясных и рыбных полуфабрикатах. Мы обрабатываем в упаковке, обрабатываем быстро, это позволяет заказчику привезти и ввести продукт в тот же день. Это упрощает ему работу либо заменяет работу с другими консервантами. Химическими исключает фумигацию, исключает добавки опасных консервантов. И это новая в России услуга, которая конкурирует с химической обработкой и термической обработкой. Расскажите, пожалуйста, про ваш путь, про путь становления. Я знаю, что уже 6 лет работает ваш завод. Первые годы вы сами начали развивать его вовсю на собственные средства, а затем уже пошли и соединили это с венчурными инвестициями. То есть сделали так, что этот стартап получил раунды инвестиций один за другим. И сейчас это разрослось в достаточно большое производство. Официально завод запущен в сентябре прошлого года, он работает менее года. До этого времени, два с половиной года, завод развивался на собственные средства основателей. Мы прошли довольно сложный путь в поиске инвестиций. Три года назад получили первые транши. На тот момент у нас были договоры на поставку технологического оборудования, выбрана площадка, сделан предпроект, собрана команда и вложены довольно внушительные собственные средства. Ну, скажем, это сделало, все-таки, наверное, это был окончательный плюс в наших переговорах с инвесторами. И мы, когда реализовали проект, мы делали все-таки ставку на то, что мы открываем новый рынок в России. Этот рынок важный, нужный, и проект зажег не только нас, но и инвесторов. Если брать для новых стартапов, для людей, которые вот сейчас осознали, что у них есть идея, осознали, что эта идея, она требует, чтобы в нее кто-то поверил. Вот что бы вы рекомендовали с точки зрения, как эту идею довести до уровня такого, что в нее поверит какой-то инвестор? Российский венчурный бизнес так устроен, что идею продать очень тяжело. То есть, наверное, можно кого-то зацепить, но в идею в России не вкладывается никто до тех пор, пока она не подтверждена либо вот рынком, либо когда ты действительно видишь ту аналитику, тот тренд на рынке, который вот-вот выстрелит. Какая выручка сейчас у завода? Ну, в месяц, в год? Выручка около 4,5-5 миллионов сейчас, и мы растем каждый месяц, каждый квартал на десятки процентов. У вас согласованы инвестиции в завод в размере 700 миллионов, часть из них уже использованы. А что вам нужно было предоставить для вашего инвестора, с которым вы работаете, для того, чтобы эти инвестиции можно было согласовать? Для того, чтобы получить первые транши, мы показали инвестору договор на аренду земли. У нас была разработана маркетинговая концепция, финансовый план, бизнес-план. У нас были договоры на поставку основного технологического оборудования, и был выбран проектировщик под весь завод. Мы собрали команду, мы инвестировали собственные деньги, и у нас был пакет предварительных договоров на обработку. Также у нас было арендованное оборудование, на котором мы показывали, что технология работает. Есть эффект, есть спрос, и есть рынок. Ну, получается, это как в творчестве. То есть, знаете, артисту, чтобы стать артистом, нужно вообще отключиться от темы денег. Ну, то есть, вложить с себя всего полностью, и вот до самого края, то есть, до таких крайностей доходят. И получается, у вас тоже в научной разработке нужно с себя полностью вложить и деньги, и время, и вообще всего, все вообще, что только есть. Действительно, пришлось пожертвовать многим, одолжить деньги у друзей, потратить все свои сбережения, и вплоть до того, что в последний момент, когда мы с фондом и с инвестором заключали договор о том, что будет ли или не будет проект, у меня не было собственных денег, чтобы рассчитаться за кофе, когда все покинули переговоры. Спасибо большое, что поделились. Для большого количества ребят и девчат, у которых есть свои проекты, ваш пример является интересным, практичным для того, чтобы можно было на основании этого примера не только продолжать верить в свой проект, но и понимать ключевые шаги и с чем предстоит столкнуться. Успехов в реализации проекта, пускай их будет тысяча, этих заводов, и вы сумеете эти объемы все потянуть. Не зря вы этим жизненным проектом своим жили столько лет, пускай он всю жизнь будет с вами. Спасибо. Пожалуйста. Добро пожаловать на завод сейчас появляются новые пищевые предприятия, для которых мы сейчас являемся своеобразным магнитом. Мы находимся в зоне экспедиции, куда поступает необработанная продукция. Она либо размещается в холодильных камерах, либо подается сразу на обработку, после чего распалечивается, выкладывается на конвейер и проходит обработку ускоренными электронами. Обработка занимает несколько минут. После этого она размещается либо в холодильных камерах обработанной продукции, либо сразу выдается заказчику, и заказчик уезжает в территорию завода. Завод мы построили год назад. Сейчас на нем работает 20 человек в две смены. Рабочий день уже закончен, поэтому сейчас мы спустимся, и я покажу вам технологическое оборудование. Мы находимся на минус первом этаже нашего завода. Перед вами ускоритель электронов, который является сердцем системы. Над нами проходит конвейер, по которому двигается продукция и подвергается обработке ускоренными электронами. Это первый промышленный образец в России, в дальнейшем по всей России появится сеть заводов Теклеор с более модернизированными ускорителями. Мы находимся в операторской. Именно сюда приходят все сигналы от ускорителя, конвейера и всех инженерных систем завода. Именно здесь принимается решение о всей технологической цепочке завода. Остается один вопрос. Как и куда идти нашим стартаперам и тем ребятам, у кого есть идея, кто хотят, чтобы ее поддержали, в нее поверили? Я скажу пять тезисов, которые будут применены. Первое, наверное, стоит пойти к самому себе и спросить, есть ли у тебя энергия 24 на 7 заниматься своей идеей фуллтайм. Второе, стоит обратиться к тем, кто уже привлекал инвестиции. Они расскажут, как делать это поэтапно. Найти себя наставников. Третье, обратиться к тем людям, кто что-то понимает в этой индустрии. Не нужно обращаться медицинскому проекту к нефтяникам. Найти себе ориентир и найти себе турники и снять свою галиную корону. Четвертое, окружить себя единомышленниками, которые решают подобные проблемы. Стать вместе с теми людьми, у которых схожий эгрегор, чтобы еще больше укрепить свой. Пятое, не делать лишних шагов, а делать системные шаги, чтобы получилось. Понял ты, слышишь? Иди, делай шаги и иди, изучи все шаги в описании и делай так, чтобы у тебя получилось. Мы разделяем очень ваш подход касаемо репутации и верим в то, что именно нижняя часть воронки, то есть lifetime value и то, что у людей, которые в итоге получат инвестиции, они реально дадут иксы своим инвесторам, что вы таким образом увеличите количество кейсов успешных инвестиционных и в России вообще этот трубопровод инвестиционных денег, венчурного инвестирования внутри федерации наконец-то раскачается и вообще люди, поверишь в людей и в их идеи. Успех. Спасибо, Илья. Будем и рады тебя видеть и успеху в вашем проекте. Спасибо. Условия конкурса такие. Отмотай видео назад и найди момент, когда люди пишут на доске графики. Напиши в комментариях, что они пишут, что это за графики и что эти формулы обозначают. Первому, кто даст правильный ответ, приз стоимостью 500 тысяч рублей и экскурсия на завод Теклеон. Тем остальным, кто будет близок к правильному ответу, будет в подарок отправлена ссылка, по которой можно скачать билет на интенсив, который стоит 15 тысяч рублей. Ставите участвовать физиков, ядерщиков, айтишников, математиков. Это не возбраняется. Чем больше людей пишут комментарии и разные какие-то вариации пробуют, что же значит эта формула, тем больше шанс на выигрыш. Успехов, удачи, открывайте свои стартапы, делайте бизнес, привлекайте инвестиции, учитесь работать так, как это уже сделали те, кто прошли этот путь. Успехов, я в вас верю, люди дело. Самые мудрые люди умеют донести самые сложные вещи самым простым языком. Вовлеченность персонала гораздо важнее, чем технологии продаж. Каждой индустрии и в каждом виде бизнеса используется рычаг, который называется ажиотаж. Продажи, переговоры, все это связано сейчас с одной ключевой идеей. Как научиться попадать в сердце. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...